Халёй всем! Доброе утро! Гуты Морган! Добро пожаловать на наш канал! Вот собираюсь на работу, сейчас радио потише сделаю. Приехали с отпуска, наотдыхались, конечно, хорошо было. Хороший такой кемпинг, спокойный такой, море недалеко, там два шага море. Ну, вообще хорошо. Потом у меня как-то спрашивали, как мы доехали, мне уже несколько человек спрашивало. Доехали мы хорошо, останавливались, кофе пили, отдыхали. Или сами кофе варили. Потом, что ещё хочу сказать. Люди, делайте тесты. Тесты обязательно делайте, потому что с Остераща, уже на Германии, на границу, там стояли полицисты, и они проверяли, контролировали. Но мы у нас как-то, ну как, они пропускали, как каждую машину, видать, какая понравится, и они и останавливали. Какая вот, например, им, ну я не знаю, как глаза бросилась, да. И мы как бы проехали. А вот так вот, три тысячи ойров до пяти тысяч штраф. Это, конечно, чересчур. Особенно в Байроне, это там страшные цены такие, знаете, у нас хоть более-менее хэссен. Ну, вот эти штрафы, а там очень такие, что лучше сделать этот тест, простоять там. Потому что мы долго там тоже стояли, столько народу, ну, сами считайте, все в субботу уезжали уже, как делали тесты. Мы в пятницу делали, тоже стояли, там такая очередь была в Италии, стояли эти тесты делал. Муж, сын, у нас-то эти, импо, нам не надо было ничем. Ну, все равно, это обязательно делайте. Ну, кого, конечно, сильно много денег, могут платить. Потом, что еще? Ну, погода хорошая. Да, вся неделя дожди были. Я как зашла на дачу, я там чуть не упала. Все заросло, все заросло. Потому что дожди, половина помидор там сгнила. Сейчас вот поеду на работу, после работы у меня закупка идет. Афоль программ, по полной программе буду закупаться. Сегодня у меня надо закупиться. Потом поехать на дачу, прибраться, собрать помидоры, собрать баклажаны, там и болгарский перец. Потом, ну, что там пора сдам. Потому что сильно много там у меня и баклажан. Зачем столько, не знаю. Потом, что еще? Вот, мама Лыга, сейчас буду ее складывать. Я ее положила в холодильник, а ее в холодильнике не надо держать. А куда-нибудь там шапладу, там шкафчик положить. Сегодня у нас хорошая погода. Сколько у нас? До 26 градусов обещает. Сегодня вторник, 24 августа. Ну, завтра тоже дождь. Ну, такая погода. Ну, я надеюсь, в обе лето будет, еще теплее будет. У нас такая погода вот до декабря, вот так вот, до конца ноября. Вот, детям на той неделе в школу уже, все. Уже надо к школе там собираться. Поедем тоже в субботу к школе покупать. Там, где кое-какие тетрадки. У нас один ученик остался. Вот. Так, новостей вроде бы никаких больше. Ну, поехали. Я поеду закупаться. Сейчас после работы пойду закуплюсь. Сниму вам закупку. Я уже тут во всю работаю. С утра встала. Вещи занесла. Просушила. Пропылесосила. Убралась. Как приехала, мы приехали 7 вечера. У меня машинка, люди за 2-3 дня это стирают. У меня все поздно, поздно, все за один вечер я сделала. Не могу когда много накапливаться. И перед тем, как уехать, у меня тоже порядок был. Я кровати меняла, все чистое сделала. У меня нет такого, чтобы я накопила, накопила. Потом бах, приехала, тут убиралась. Нет, у меня нет такого. Я, например, что-нибудь сделала, сразу брала. Что-нибудь взяла, сразу убрала. Что-нибудь сварила, сразу помыла. Вот. Люблю порядок. Вот. Поеду закупаться. Вам закуплюсь. Сниму вам. Потом на дачу свой урожай вам сниму. Пока. Алло всем. Еще раз. Вот приехала с работы. Ну, перед, конечно, после работы поехала, закупилась. Я и в понедельник так немножко подкупалась. И сегодня, я думаю, еще подкуплюсь. Вот. Была в Кауфландии, в Лидли. Знаете, что там появилось? Ну, там и была русская сгущенка. Вот она. Дешевая какая. Там она стоит, наша русская сгущенка. В Лидли, по-моему, Оира 49. А это Оира 29. Но это когда, как акцион. Потом она уйдет. Потом. Вот этот вот сок. Очень вкусный. Тут и банан. Тут все витамины. И апфель. И апфель это яблоко. Попробуйте. Очень хорошее. Молоко, как всегда. Кто меня смотрит, как всегда, молоко беру. 3,5 жирности. Потом, что еще? Что еще такое взяла? Вот слива у нас. Тоже Кауфли. Я взяла. Посмотрите, какая крупная. Ну, я всегда беру, трогаю, чтобы она немножко твердоватая была. А то берешь сразу мягкую, она не съедается, и мы сразу выкидываем. И потом начинаются вот это вот мошки. Я с мошками воюю. Уже не знаю, как. Это мошки налетают на этот обст. Ой, на эти вот фрукты, гемюзы. Уже специальную эту, дорогую такую купила, чтобы она клеилась туда. Их ничего не берет. Все, я сейчас прячу в холодильник. А вон, сыночка мой сидит. Рикки, иди поздоровайся. Иди сюда. Иди. Скажи, халло, Рик. Скажи всем привет, Рикки. Потом, что еще хочу сказать. Вот эти салфетки, это мокрые салфетки для кухни, для БАДа. Это можно и туалет мыть, как бы кафель, флизы, как сказать. И я очень ими довольна. Я их постоянно покупаю только в Лидли, больше нигде. И плату эту протираю. Как сказать. Вот эту вот плату протираю. Потом вот это кафель. Все-все протираю. Оно мне так нравится. Так мне помогает оно. Вот. Значит, вот сюда пока буду. Куда отскладывать? Вот сюда положу. За все я дала 80 евро. Сюда буду ложить. Так, сливы я вам сказала. Нектарины, как всегда. Вот. Потом, что еще? Потом про зубную пасту мне спрашивали. Я беру, всегда покупаю такая синяя зубная паста. Я как-то там показывала. И вот эту вот. Одомед, оригинал. Именно, чтобы стоял оригинал. Она хорошо для зубов. Сюда положу. Потом все. Ну-ка, вот этот вот кварк. Шпайзе-кварк. Ну, это творог перетертый там с луком. Потом. Это тоже творог такой, как сказать, перетертый. С паприкой. С паприкой это болгарский перец. Потом. Вот это тоже фрискейзен, как с петрушкой. Тоже очень вкусное. Это как начинается школа у нас в то неделе. И начнется опять бутерброды. То воды, то еще что-нибудь. Кстати, воду не занесла. Там воды, гетренки. Это значит и соки. Машине оставила уже, не стала заносить. Потому что тяжело. Вот. Потом колбасы. Шинкен. Мы очень любим Шинкен. Потом. Сейчас я вот так по порядку буду. Потом вот это наша, знаете, такая, как копченая колбаса нарезанная. Это я в Кауфландии купила. Тоже вот тут. Потом это было в Ангиботе. Ангиботе это когда, как знаете, красная цена. Ну, я как попаду, конечно. Я не смотрю, когда красная цена. Но я просто еду, покупаю, потому что нет времени. Вот это тоже. Это хорошая фирма. Мы ее тоже часто берем. Потом Шинкен копченая. Именно чтоб копченая такая, знаете, такая жесткая. Мне сын любит. Сюда буду ложить. Вот это сюда. Вот это вот сыр этот. Тоже это мягкий такой, как копченая. Потом. Что еще? Вот это я тоже люблю. Это, знаете, яичко. Майонез бывает. Здесь колбаска нарезанная. Но яичко завезу. Всегда тут яичко присутствует. Я всегда беру тоже на хлеб мажу. Или с утра. Тут тоже и помидорка, и болгарский перец. Тоже все такое. Вы знаете, как лечено подобие. Тоже на хлеб мазать. Потом что еще? Как-то, что я хотела, моих йогуртов не было. Уже не стала заезжать в Альдин. Такие просто купила, как сыну. У нас что-то мало стали йогурты кушать. Такой вот. Тоже нет, нет. Я как покупаю. Не успеваешь выкидывать, никто ничего не кушает. Как с рукодности, все. Так, дальше. Начнем отсюда. Так, вот эту тоже. Нет, нет, я покупаю. Тут четыре штуки большие. Кстати, кто живет в Германии, они сейчас в Ангеботе. По-моему, два ойра. Тут четыре штуки. Это комерберг. Это, знаете, что? Это как сыр в панире, вот это вот обжаренный. И вот тут вот эта кислая ягода. Тоже вкусная. Потом. Ну, вот эта пицца. Тоже дочь, она любит все с брокколи. Она любит брокколи у меня. А малой у меня любит с луком. Так, сейчас упадет. Тоже пицца. Флян Кухон. Меня такое любит. Как вам, чтобы было? Чуть-чуть подальше сделаю. Вот так вот. Виде, рука болит еще после прививки. Так, вот сюда положим. Потом вот эти вот, как сказать, ну, это как пироженки. Шоколаде, конфеты. Потом пенгурины. Потом эти тоже как пироженки. И, знаете, в шоколаде. И вот эта вишня замотанная. Вот так. Как сделать? Это тоже меня сын такое любит. Это, знаете, как сказать? Вот по моему мнению, что это просто виноград, вишня, яблоко перетерто через мясорубку с каким-то этим сладким сиропом делает. И наверх пироженки. Это, знаете, бумага такая сладкая кушает. И все. Это такое. Оно даже похоже на такое. У меня тоже есть такое. Ну, это тоже булочка с шоколадем. Ну, это так я просто покупаю. Будет, не будет. Просто беру уже. Потом конфеты. Это вот мне говорили, как они называются. По-немецки это винбольтель. Да, винбольтель. Это, знаете, что? Это я уже говорила. Я постоянно десерты с них делаю. Это как наши, уже 10 раз говорила, как наши пончики, да? Трюфели или как по-русски будет, я не знаю, но мне говорили. Они очень вкусные. Я часто делаю вот эти вот, как его, десерты. Так. Потом. Ой, рука болит. Потом. Ну, вот этот вот. Виталис. Я люблю тоже этот. Геллюкс. Потом. Что еще? Ну, актимель. Тоже куда положить? Ну, сюда положим. Актимель потом. Как-то мне тоже давно спрашивали про вот это. Что это такое? Это, знаете, что это пудинг. А тут вот как сливки взбитые. И наверх вот так вот сделанный. Как йогурт. Пудинг, да? Как сказать. Обыкновенный пудинг. Он сейчас тоже, кстати, в ангеботе. В литре. Потом виноград килограмм. Я уже не помню, сколько там в Калфанге за него дала. Две ойра или три ойра. Уже не помню, честно сказать. Как всегда, моцарелла. Потом. Ну, это перетерты томаты я делаю всегда. Это нудель. Нудель. Это значит шпагетти делаю. Рожки эти всегда. Потом шоколад взяла. Так, пауза, делаю. Нуперс. Потом на салаты я большие банки... Ой, большие банки не покупаю. Потому что остается. Беру теперь маленькие баночки. Ну, это горошек с этим. И этот майс. Это значит кукуруза. Большие не покупаю. Берут просто на большую чашку. Одну баночку и хватает. Потому что берешь большую банку. Половина она потом остается. Не туда и не сюда. Потом это тоже моцареллу взяла. Это тоже маленькая, круглая на салат моцарелла. Потом это вата, перец. Это, знаете, макияж снимать, как сказать. Вот оно. Потом. Любимое мое. Раньше я покупала всегда другой. А сейчас вот мне вот это нравится. Медвежонок вот этот вот. А те сильно, которые я покупала, они очень сильные. Знаете, это прям вот запах от них. Ну, сильно запах. Надухаришься, а потом он перебаривает и идешь с этим запахом. А мишку, беру, я вот люблю вот этот вот. Потом что еще? Это смуви. Ну, обыкновенный банан. С смуви вот этот вот густой такой. Если это тоже кауфланди, он везде есть. И в Лидли, и в Альде. А этот, по-моему, с этим. С клубничкой. Есть и с клубникой, есть и со всякими этими. Вроде бы, как бы все сказала. Небольшая, правда, закупка. А, не все сказала я. Мясо. Вот у нас вот 500 грамм, да. Бывает, смотри, какая пачка. 500 грамм. Я почти вот 5 ойрова дала. Вот это вот. Это говядина. Говядина у нас дороговатая. Ну, полкилограмма. Потом. Вот это вот тоже грилить. Мы взяли на выходные. Может, погрилим мясо. Не помню, поскольку. Зато я помню, вот эта пачка сколько стоила. 3,69 или 3,79 ойров. Вот. А вот эти вот чуть-чуть они подешевле. Но все равно. Несмотря что, смотря какая. Ну, вроде бы так все. Потому что на выходные все равно закупаться буду. Печь буду. Потихоньку вам буду показывать, что я пеку. Немножко себя прихожу от отпуска. Там вроде бы расслабляешься. А работать потом начинаешь тяжело. А вот. Сейчас сниму. Сделаю вам видео. Потом поеду на дачу. Дачу сниму. Урожай мою сниму. Что мне там вышло. Ну, наверное, то видео выйдет завтра. Всем пока. Большое спасибо вам за просмотр. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok